Всем привет! И ты на канале Петра Принцесса. Сегодня я буду проведать два лайфхака. Первый лайфхак будет связан с такой вот новой стиранчикой. Она еще даже запакованная. А второй лайфхак с тетрадкой. У меня, кстати, тоже вот такая новая тетрадка. Она неисписанная, ну ничего. Совсем новая. Начинаем с лайфхака с ластиком. Для этого лайфхака я купила одну страчку, как вы можете видеть. Я ее сейчас открою. Вот. Она вся в таких штучках, потому что она лежала типа с другими страчками. Там еще были какие-то карабаши, но она испачкалась немножко. Сейчас я нагрел телефон. Для этого этот лайфхак это что-то типа взять какую-то типа шпаргалку. Для этого лайфхака нам надо вытащить вот эту вот стучку. Обычно белый ластик вот такой вот. И типа надо вырезать вот так, типа вырезать вот эту вот такую часть. Я не знаю чем, надо канцелярским ножиком, но как бы на ютубе нельзя. Я не знаю типа че. Ладно, ребят, я все-таки буду это делать ножиком, ну, с канцелярским ножиком, потому что по-другому оно не получится это разрезать. Все, ребят, я взяла канцелярский ножик. Сейчас будем начинать. Для этого надо... Одну секундочку. Ой, ребят, простите, одну секундочку. Вот, вот. Начинаем. Для этого нам надо типа взять такой вот надрез. И типа вот здесь нам надо взять вот тут взять еще один надрез. Как-то так. И здесь надо взять еще один надрез. И типа оно... Вот, как-то так. И типа оно тут должно подняться. Но, ребят, я не знаю, как оно... Отсоединится пластика? Ладно. Теперь надо... Где он тут? Как-то так. Вот, вот так вот. Все, вот. Вы можете видеть, оно типа вот так. И теперь надо эту часть отсоединить полностью. Как-то вот так. Короче. Короче. Ребят, этот лайфхак не работает. Может, это... Типа я не... Не умею... Ну, типа, не такая стирачка. У меня что-то такое. Ластик не такой. Мне кажется, это лайфхак непонятный. Типа, зачем ты будешь... Ну, резать ластик ради какой-то шпардалки. Короче. Ребят. Это надо было, типа, сделать как-то так. Типа оторвать вот такую вот эту вот часть. Вот так. Положить. Здесь намазать клеем. На... На... На клее типа листок. Я приготовила вот такой бы листочек. Ну, я бы обрезала его. Вот. У меня ножницы. Я бы обрезала, типа, сделала вот такой. Взяла вот так вот. Ну. Взяла бы вот такой вот листочек. Приклеила бы вот так вот. И типа, когда шла учительница, надо было бы взять как-то вот так. Закрыть его. Короче. Это... Это... Дизлайк. Мне этот лайфхак вот так не нравится. Ребят, переходим к второму лайфхаку. Для этого второго лайфхака надо будет сделать больше действий. Надо... Такая будет обычная тетрадка. Любую тетрадку. Вот. Такая вот тетрадка. Обычно. Главное, в этой тетрадке нам понадобится обложка. Типа, это такие проблемные ситуации, когда ты в школе и записками меняешься. И они у тебя все разлетаются. И тебе надо их куда-то ложить, но, типа, нету места нигде. Будем взять специальный кармашек для тетрадки, чтобы записки не летели куда попало. Приступим. Для этого нам понадобится тетрадка. Обычный лист любого цвета. Но надо цветной. Дальше нам понадобятся еще ножницы. Один какой-то канцелярский скотч. Ну, прикольный. У меня вот такая коробка. То есть сразу мне здесь куча разных скотчей канцелярских, ну, интересных. И клей. Приступать. Для начала-то надо вырезать, вырезать, типа, по твоей тетрадку лист. Сейчас я вырежу. Для этого мне надо, типа, карандаша. Надо ввести. Для начала надо ввести, ну, по твоей тетрадку лист. Примерно. Потому что все равно в ширину очень важно. А в другое не важно. Как-то так. Все. Теперь вырезаем. В длину сейчас, сейчас именно неважно, подойдет он или не подойдет. Потому что я все равно так буду отбежать. Вот. Получился такой вот лист. Беру мою тетрадку. Примеряю в ширину. В ширину даже немножко еще надо обрезать. Вот так вот. Все. В ширину подходит. И теперь надо взять карманчик, типа, наскосок. Вот так. Так вот. Типа, как-то вот так. И опять же надо это все вырезать. Вот. Это уже нам не надо. Вот так вот. Теперь надо это вот так наклеить. Надо наносить клей только по краям. Вот здесь не наносить. Надо нанести вот так. Вот так. И вот так. Вот мой клей. Начинаем. Сейчас я возьму еще один листик, чтобы, типа, ну, не запачкать стол на тетрадку. Наносим клей. Меняем в сторону. Наносим вот так клей. Я, конечно, этими лайфхаками пользоваться не буду, потому что мы в школе не пишем на тетрадках. Но для вас, может, и подойдет. Если вы пишете в школе тетрадками. Так, теперь наклеиваем. Все равно немножко испачкалось, но ничего страшного. Вот так клеим. Учился вот такой, типа, кармашек. Но я сомневаюсь, конечно, что этот клей будет что-то держать. Если, ну, надо, или на какой-то суперклей, или на силикон, потому что это все-таки, типа, картон. А это бумага самая обычная, такая тонкая. Я даже не знаю, будет, надо держать или нет. Ну, а мы будем приступать к декору. Для декора нам понадобится какой-то из разноцветных скотчика. Я сейчас вижу самый красивый подсвет. Мне кажется, вот сюда подойдет. Вот. У меня есть такой. Прикольный. И мне кажется, сюда подойдет вот такой вот в точечку. Зеленый. Поэтому, скорее, я использую именно этот скотч. Когда-то я этим и увлекалась, типа, разные скотчики и так далее. Теперь я, мне нет прям до времени, поэтому я, типа, уже не увлекаюсь. И, типа, надо взять две вот таких полоски. Прикольных. Как-то так. Как-то вот, типа, вот так. Надо взять таких две полоски. Вот, типа, вот так. Вот такая полоска. Еще, ну, только надо взять полоску. Хотя, вот эта часть, этот декор, можно делать, как ты ее хочешь. Типа, если не хочешь полоски, то не делай. Но, мне даже, может, нравится этот 10 очень. Вот так. Кстати, с полосками она выглядит очень симпатичненько. И, типа, вот такой кармашек. И сюда, давайте проверим. Вот у меня есть... Представляем, что здесь какие-то вложечки вот так. Сейчас я возьму ручку, напишу здесь, что-то вот. Сама первая ручка. Напишем, типа... Субс-креветы. Субс... Это ведь... Ладно, ребят, я... Что-то, не то. Вот, но я сделала вот так, типа, с этим. Сейчас напишем в мой канал, обязательно. Так. Принцесса. Получится вот ремсел. Берем, складываем. Вот, типа, как-то так. Вот карман. Но, ребят, он держит, типа, да, он, типа, держит. Надо его немножко расправить. Да, кстати, карман очень хорошо держит. Вот такой вот хороший карман получился. Мне он очень нравится даже. Такой вот красивый карман получился. И там можно вкладывать реально что-то. Может, даже ножницы можно положить. Ну, типа того. Вообще, карман суперский. Очень хороший карман. Ребят, эти лайфхаки я могу поставить достаточно. Этому лайфхаку я поставлю 10 из 10. А по-моему, 3 из 10. Короче, ставьте лайки. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Я очень постаралась для этого видео. И всем до следующего видео. Всем пока.